Должен признаться, я не заходил к Зуру, наверное, лет 5. Вот просто не видел в нем для себя ценности. Когда играл в Destiny 2 супер активно, выфармливал как-то все и без покупки у торговца, да еще и с лучшими статами. А потом со временем вообще забыл о его существовании и вспоминал только когда начинал говорить кому-то из новеньких игроков, где им брать экзоты. Но с финальной формой Зур получил крупное обновление. Теперь он предлагает много ценного не только для тех, кто играет в игру пару месяцев, но и для всех активных игроков в целом. Теперь он предлагает больше вариантов получения экзотики, он продает катализаторы, которые ты давно хотел выбить, например на солнечный выстрел. Продает ресурсы, материалы для улучшения и это не считая легендарного оружия и брони, которые продавались у него и раньше. В этом видео я хочу полностью показать вам, как теперь устроен торговец Зур, где вам лучше фармить странные монеты, которые он использует как валюту и обо всех остальных важных изменениях торговца. Первое мое видео на канале было о Зуре, так что грех было не сделать о нем видео сейчас, после финала саги о свете и тьме. Одним из главных нововведений в работе Зура стало то, что у него появилось свое постоянное место в башне, на рынке, где находится икора, заходите за угол и вы увидите новое место торговца. Когда-то тут стоял скиталец во времена отвергнутых. Место расположения Зура стало фиксированным, но вот время его работы и нахождение в игре не изменилось. Он все так же появляется в игре в пятницу с ежедневным обновлением 8 часов по Москве и пропадает из игры во вторник с ресетом 8 часов по Москве. Что первое бросается в глаза, когда мы впервые подходим к торговцу? Это то, что у него теперь тоже есть трек репутации и награды за ранги. За энграмы рангов мы получаем рандомную легендарку из актуального пула наград. На четвертом ранге вы получаете 7 улучшающих ядер, на седьмом 3 улучшающих призмы, на десятом сразу 2 экзотические энграмы, на тринадцатом ранге вы получите высший осколок, на шестнадцатом высший сплав и в конце концов на максимальном ранге вы заработаете экзотический шифр. Наверное один из самых ценных ресурсов на текущий момент. Ведь благодаря ему по достижении третьего уровня фокусировки у Криптарха вы можете получать из экзотических энграм абсолютно любой экзот, даже новый, даже тот, который вы до этого нигде не выбивали. Следующее большое изменение заключается в том, что теперь, когда из игры удалили легендарные осколки, закупаться у червивого можно только за странные монеты. Да-да, всё как в старые добрые времена. Но многие игроки задаются вопросом, где зарабатываются монеты? Не нужно же для этого бегать вызов вечности, правильно? На самом деле всё очень просто. Чтобы получить монеты, стражам нужно играть в плейлисты Авангарда, Гарнила или Гамбита, включая все режимы этих плейлистов. У Авангарда считаются налеты, осада, сумрачные налеты, у Гарнила контроль, состязательная игра, испытания Сириса и Железное Знамя, да и любые другие ПВП режимы. Все эти активности различаются по количеству получаемых странных монет. За пройденный налет вы получите 4 монеты, за сумрачный налет на самом простом уровне сложности 5, за высокий уровень сложности по 10 монет. За осаду количество нефиксированное и зависит от того, сколько волн вы отразите. Там из каждого сундука достается по 2 монеты. А в Гамбите и Гарниле дают по 3 монеты за победу и по 2 за поражение. Еще, кстати, проверьте квесты у Мики 10. Она предлагает разные квесты, обновляя их ассортимент. За тот, что называется Оракул, вам дадут 10 странных монет. Там нужно пройти налет, так что по факту вы получите как бы сразу 14 монет, пройдя его, 10 за квест и 4 за налет. Но, к сожалению, этот квест неповторяемый, так что пройдя его один раз, больше такое дельце вы не провернете. Так что теперь стоит вопрос, каким из этих способов добывать монеты наиболее выгодно? На мой взгляд, бегать на лед и кажется наиболее логичным способом, если вы игрок-одиночка и не очень любите пвп. Они проходятся за несколько минут, а делая это с хорошей командой, вы вовсе будете пролетать один за другим на скоростях. По 4 монеты за каждый, звучит хорошо. Если вы не страдаете от игр против других игроков, то просто позалипав пару вечеров в Гарниле, тоже можете сберечь неплохой запас монет. Хотя, по-моему, вообще фармить странные монеты целенаправленно... странно. Все же очевидная идея была в том, что вы просто лутали их, пока играете и выполняете задания в разных плейлистах. Кстати, если вы вообще не фанат того, чтобы фармить что-то подолгу, и вам жалко своего времени, вы можете обратиться к опытным стражам из сервиса Двинг. Они уже много лет помогают стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса, вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд, или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Любой контент нового дополнения финальной формы может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVibe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. И еще, в связи с большим количеством заказов, сервис открыл недавно набор новых сильных игроков, готовых помогать другим с активностями в Дестине 2. Так что если вы опытный игрок и хотите присоединиться к команде Двинг, напишите им. Ссылку на сайт и контакты оставлю в описании. Теперь, когда у вас есть пригоршня чеканных монет, ээээ, то есть странных монет, давайте поговорим о том, на что их менять. Тем более, как я сказал в начале видео, у Зура теперь больше ценного товара, даже для тех, кто давно все, кажется, выбил. Понятное дело, что ассортимент Зура меняется от недели к неделе, но, пожалуй, самое интересное, это проверять, какие экзотические катализаторы у него в продаже каждые выходные. Да, такие редкие каталики, как на солнечный выстрел или злые силы, теперь можно купить у Зура. Дорого, по 71 монете, но все же проще, чем рассчитывать на рандом выпадение в каком-нибудь ПВП, правильно? Тут только важно знать об ограничениях. Во-первых, не рассчитывайте на то, что Зур продаст вам когда-то каталики, связанные с экзотическими миссиями, рейдовыми экзотами, экзотами из подземелий, квестов, предзаказов, сюжеток и сезонных пропусков. Во-вторых, по инфе от разработчиков, Зур может принести сейчас катализаторы на оружие, которые были выпущены до дополнения Королева-Ведьма в 2022 году. Вероятно, это будет обновляться и сдвигаться раз в год в плюс, но на момент записи видео это вот так. Дальше ассортимент более базовый. Три экзота по одному на класс, охотнику, варлоку и титану. Чтобы понять, какой для титана, наведите на экзот, там должна быть надпись о том, что это для титана. Экзоты стоят 41 странную монету, то есть пробежать 10 налетов авангарда, например. 11, ладно. Что еще странно в его ассортименте, так это то, что теперь он продает 3 анграммы разных других торговцев. Может продать анграммы гамбита, гарнила, оружейника и так далее. Цена за эти анграммы, кстати, не фиксированная и зависит, видимо, от их типа. Говорят, что даже анграммы с лутом из сумрачного налета может принести с шифрами на награду из сумрачного налета, я имею ввиду. Так что и адепт пушки можно будет тоже благодаря Зуру получить. Кроме этого, у Зура можно купить ресурсы на улучшение. В странных количествах, мягко говоря, не круглых. А еще тут можно купить вот такую монету. Покровительство 9. Монета стоит дофига, 47 странных монет, но взамен дает вам баф продолжительностью 11 дней на увеличенное выпадение странных монет в плейлистах. Например, с налетов вы будете получать на одну монету больше. Интересно то, что эффект стакается до трех раз, то есть накапливается. Так что если на одной неделе вы купили эту баф монету, на другой купили еще, то эффект сложится, и вы будете получать уже на 2 или на 3 монеты больше за каждую пройденную активность. Оставшийся раздел продаж Зура выглядит более олдскульным. Во-первых, на выбор дается экзотическое оружие, каждую неделю разное. Во-вторых, экзотическая энграма, каждую неделю она может тоже стоить, кстати, по-разному, 12 или 20 или 29 монет. Но ее ценность, напоминаю в том, что теперь, когда еще один торговец получил обновление, я про криптарха, вы можете прокачать его ранг, носить ему экзот энграму для того, чтобы самостоятельно выбрать, что из нее получить. И это, опять же, хорошо для новых или вернувшихся игроков, благодаря этому они смогут получить экзотику, которую у них нет, даже без необходимости дрочить затерянные секторы с их рандомом. Ну и кроме экзотов, в этой витрине можно найти легендарное оружие и броню. И энграмы, содержащие легендарки, ладно. Притом из этой энграмы может выпасть не только то оружие, что продает торговец на этой неделе, а вообще любое, которое есть в пуле. Ходят слухи, что якобы из этих энграм падают даже пушки в красных рамках для крафта, но я этому подтверждений сам не видел, так что говорю об этом как о догадке, а если вы видели, знаете точно, напишите в комментариях. Если окажется правдой, то замечательно, можем добить образы старых пушек. Ну и легендарная броня. Тоже ее стоит проверять, тут иногда есть варианты с очень неплохим набором статов, так что обращайте внимание на элементы брони с суммарными характеристиками выше 65. Что ж, получается, что Зур теперь перестает быть невидимкой для опытных игроков. Меня заинтересовали катализаторы и покупка экзот энграм, чтобы потом фокусить на новые экзоты у криптарха. А то я много экзотической брони не залутал, начиная с королевы-верьмы, по-моему. Было лень фармить секторы. Надеюсь, теперь все понятно, ролик был полезен. Спасибо за просмотр и подписку, если поставишь лайк, то вообще счастлив буду. И, конечно, спасибо подписчикам с бусте. Это... Самый лучший из лучших сэр. Отличник. Субтитры сделал DimaTorzok